Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернярская. Для россиян, жителей многоэтажек, планируется минимум два перерасчета стоимости услуг ЖКХ. Произойдет это в течение первого квартала 2023 года. Жильцам предстоит еще немного раскошелиться, доплатить и подать на перерасчет. Как поступить, если были неправильно начислены коммунальные платежи и нарушенных порядок, кому обращаться за восстановлением своих прав в случае вашего несогласия? Разбираемся в коммунальных нюансах вместе с экспертом Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемый Виктор Иванович! Добрый вечер! Ну что же, и конечно, традиционно мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефоны в студии, уважаемые телезрители. Дозванивайте, задавайте свои вопросы, если у вас будут вопросы как раз по вашей ситуации, если вы получили квиток и, ну, собственно, сложно разобраться в нем. Пожалуйста, милости просим. 202-11-22. Ну а начнем, наверное, Виктор Иванович, с того, что начало года... С Новым годом вас, кстати! Спасибо! Да, ну и что у нас, что нас ждет в первой половине? Какие перерасчеты грядут? В первом квартале 2023 года нас ждет три важных события. Первое. Корректировка платы за тепловую энергию по итогам 2022 года. Второе. Корректировка платы за коммунальные услуги на содержание общего имущества. И третий момент – это отчет управляющей компании о работе за 2022 год. Вот три главных мероприятия, которые нас ждут. Ну, давайте поводомнее, да? Сразу, да. Начнем с того, что корректировка платы за отопление по итогам 2022 года. Это будет касаться только тех домов, у которых есть общедомовые приборы учета. Если в доме не стоит общедомовой прибор учета, никакой корректировки производиться не будет. То есть, как платили жители, так будут платить дальше, и никакого переплаты нет? Никакой, да. Ну, давайте начнем с того, что такое корректировка. Она может быть в большую сторону, может быть в меньшую сторону. Либо мы должны будем заплатить, либо нам вернут часть денег. Но вернут не натуральные деньги, а в счет будущих платежей. То есть, смысл в чем? Вот по отоплению. На доме стоит общедомовой прибор учета. По итогам 2022 года он, допустим, показал тысячу гикокалорий дом потребил. Значит, в 2023 году нам будут выставлять равными долями вот эти тысячи гикокалорий, разделенные на 12 месяцев. И одну двенадцатую нам будут выставлять каждый месяц. То же самое было по итогам 2021 года. Показал прибор учета, что в дом пришло тысячу гикокалорий тепловой энергии. Эти тысячи гикокалорий разделили на 12 месяцев, потом умножили на тариф и разделили на площадь жилых и нежилых помещений. Получается, с одного квадратного метра, допустим, там 50 рублей надо заплатить. И поэтому каждый месяц выставляли вот эту сумму. Но, когда закончился год, посмотрели показания прибора учета. Сразу кто посмотрел, Виктор Иванович? Управляющая компания? Значит, смотрит управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация. Если прямые договора у собственников с ресурсоснабжающей организацией, она должна снимать показания приборов учета, но это не обходится без управляющей компании в любом случае. Либо это идет автоматический съем этих показаний. Прибор учета показал, что мы заплатили за тепловую энергию, допустим, за 1200 гикокалорий, а нам выставили 1000 всего. То есть за 200 гикокалорий мы переплатили. То есть нам будет сделан возврат. Либо наоборот, мы заплатили за 800 гикокалорий, а прибор учета показал 1000 гикокалорий. То есть за 200 гикокалорий мы должны платить. Когда мы увидим в квитанциях, что нужно либо доплатить, либо наоборот, ждать возврата? Значит, это мы должны увидеть в первом квартале 2023 года. Январь, февраль, март. Как будет готова ресурсоснабжающая организация? Если прямой договор, то они делают эту корректировку, а они посчитают и сделают эту корректировку. Поэтому ждать надо будет январь, февраль, март. Вот эти квитанции должны прийти, и там уже будет вот эта корректировка по отоплению. Сразу скажу, еще раз повторю, что эта корректировка будет производиться только на тех домах, где стоят общедомовые приборы учета. А вот, кстати, какой процент оснащенности, Виктор Иванович, по городу? Смотрите, Тольятти, Новокуйбышевск практически 100%, а Самара, ну, я думаю, сейчас где-то процентов 60-70 домов, процентов домов, да? То есть достаточно большое количество. Но еще раз говорю, не факт, что всем будет прибавляться. Кому-то будет корректировка делаться, исходя из того, что люди заплатили больше. – Пронансирую прямой эфир, 202-11-22, и ждем ваших вопросов, и ждем ваших звонков. Уважаемые телезрители, звоните, Виктор Иванович Савский, как всегда, ответит на ваш вопрос, ну и, конечно, подскажет, что делать конкретно в вашей ситуации, если у вас вопрос касается общей темы ЖКХ. Мы сегодня говорим не только по корректировке, поэтому дозванивайтесь, 202-11-22. Продолжаем. – Значит, что касается корректировки за коммунальные услуги на содержание общего имущества. Раньше это были общедомовые нужды. Это разница в объемах коммунальных услуг, которые вошли в дом, и за которые жители заплатили. Вот это разница. То есть общедомовой прибор показывает, сколько ресурса вошло в дом. Ресурс заходит в дом и становится услугой. Такое понятие, чтобы было понятно, где ресурс, где услуга. То есть до входа в дом – это ресурс, в доме – это уже услуга. Так вот, зашла, допустим, вода. Тысяча кубов. Но, образно, опять же будем говорить, да. Тысяча кубов зашло в дом. По счетчикам, которые стоят в каждой квартире, посчитали. Получилось где-то 800 кубов. 200 кубов, а тысяча минус 800 – 200 кубов – это разница, которая пошла на содержание общего имущества дома. Но там и потери есть, и все. Раньше собственникам начисляли только норматив. А все, что было больше норматива, считалось потерями. И за эти потери расплачивалась управляющая компания. Почему? Потому что она не приводила в порядок дом. То есть течет в подвале вода. Управляющая компания не реагирует. Но! Собственники за все платить не будут. Но вода-то пришла, ресурснообращающая организация обеспечила. Раньше собственники все это не платили. Платила управляющая компания. Сейчас все изменилось. Сейчас сказали так. Вот сколько в дом вошло, за все должны заплатить жители. Течет вода в подвале. Если управляющая компания не исправляет эту аварию, да, не решает. Примем звоночек, потом продолжим. Да, обязательно. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, девушка. Вот такой вопрос. Мы на лед уезжаем в деревню. Дома мы должны платить здесь, как я понимаю, в городе, в Тамаре. Так. Но нам квитанции в деревню присылают. Ну, понял я. Городские квитанции присылают. Нет, нет, нет. Они и там, и там платят, так? И в городе платите, и в селе платите, да? Ну, мы платим, мы просто не хотим платить. Нет, вы должны платить, но... Спасибо. Но давайте так. Это твердые коммунальные отходы. Первое. По городу. В городе начисление платы за твердые коммунальные отходы исчисляется из квадратного метра. С марта 2023 года можно делать перерасчет, если вы отсутствуете в помещении более пяти суток. То есть, с марта месяца вы уехали на дачу. Там вы можете взять справку садово-дачный кооператив или какая-то структура, которая есть там. И вы можете представить эту справку в эко-ресурс суда, написать заявление о том, что вы вот июль месяц или июнь месяц отсутствовали, были там. Вам на основании этой справки теперь будет сделан перерасчет. То есть, вы должны платить в каком-то одном месте. Или в селе, или в городе. Если вы получаете справку, что вы отсутствовали здесь в городе, то вы будете платить только в селе. Если вы в селе не были, зимой, допустим, вы не находитесь там на даче, то вы берете здесь справку о том, что вы там не находитесь, и там должны сделать перерасчет. То есть, возвращаясь в город, нужно брать такой документ, что вы теперь уже платите саму садово-десять. Нужно обязательно писать заявление и прикладывать вот эти подтверждающие документы о том, что вы там отсутствовали более пяти суток. И тогда вам будут делать перерасчет. Спасибо. 202.11.22. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. Дозванивайтесь, пожалуйста. Есть на линии у нас очередной дозвонившийся. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. Обратите, как ты у нас парень поменяешь. Дорогу вы там покидаете. Спасибо. У меня вопрос такой, я догадываю. У нас в Паршвейнене 24, кстати, дом. Дорога пофея. У меня холодная вода, как будто, как будто отжимают. Вот отжимают, а девочка капают. И она капает, а раньше хорошо, говорит, вода. Вот перестанет, что она подсолнечные, говорили, трубы. И новый мост сделает, на новый готовый. Стали новую трубу пропускать. И у нас получилось, что дом в астине идет, подбежав сухого вода, у меня туалетная жарчина и влага сейчас. Здравствуйте. Я говорю, что отжимают. Кто должен эти трубы делать? Я и мне, как говорится, государство. Еще один вопрос. Дорога, учащикам инвалидов, инвалидов, инвестиций. Мне государство, кстати, не будет. Кто мне должен за ремонт делать? Труб. Спасибо вам большое за вопрос. Виктор, вам еще отвечаете. Значит, давайте так. Вот есть дом, вот есть инженерия дома, да, трубы. Значит, вот эта труба, которая заходит в квартиру, включая отсечной кран, то есть кран, который у вас в туалете или в ванной стоит, или на кухне у кого, где стоит, где вот, вот до крана включительно, это общедомовое имущество. Это должна ремонтировать управляющая компания бесплатно за те деньги, которые вы платите по строке содержания и текущий ремонт. Вот все, что после крана идет внутри, разводка, за это отвечает собственник. Поэтому, если трубы забились внутри квартиры, то это ваши вопросы, вы должны менять трубы. Хорошо. А как узнать, Виктор Иванович? Если трубы там, в сетях, то тогда это ответственность управляющей компании. Ну, каким образом узнать? Ну, эта управляющая компания должна смотреть, и это видно, в принципе, если вы отсоедините, допустим, систему от крана, да, там видно, в каком состоянии внутри трубы. Понятно, что они забиты. Скорее всего, это и система забита, все стояки и прочее, и ваши внутренние, если вы их не меняли давно, то, скорее всего, и там, и там это все. Человеку сейчас что нужно сделать? Позвоните в диспетчерскую аварийную службу? Значит, в любом случае, если идет плохая вода, слабый напор, цвет не тот, да, запах и прочее, первый звонок, куда вы должны сделать, это в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. По всем вопросам, по любым вопросам, что бы у вас ни случилось в квартире, воды нету, плохая вода, заливают, нет света, так далее, холодно и прочее, первый звонок аварийно-диспетчерская служба, они должны дать объяснение, в чем проблема, прийти и разобраться. Спасибо большое, и принимаем звонок от вас, слушаем ваш вопрос, добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас, у меня свобода денег, у нас в неделе уже на посторе стоит канализация, при соляне не продевают, говорят, может, так вот продется, а мы вот это уже целые недели в квартирах невозможно дышать. В этом канализационной, как будто канализационной трубе подойдет. Что там у вас, канализации? Да, да. Извините, канализации у вас? Канализации, да, да. Значит, эта управляющая компания должна сделать заявку в СКС, я записал, свободы 9, да, колодец на подпоре. Значит, с СКС я свяжусь, постараемся решить этот вопрос. Спасибо. И возвращаясь к теме нашей программы, Виктор Иванович, вы сказали, что вся вода, которая поступает в ДУМ, что теперь за это платит управляющая компания, если где-то прорыв, прорыв... Нет, нет, сейчас платить должны собственники. Да, 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 если где-то прорыв, и вода течет. А скажите, почему принят такой закон? Вот так вот, такое законодательство приняли. Мы возражали против этого, были категорически против. Почему? Потому что есть норматив, да, потребление, которое на содержание общего имущества, а больше это потери, и управляющая компания должна быть заинтересована. Она должна знать жителей, живя на 15 этаже, вода течет, он не знает. Пока вот так вот законодательство принято. Будем работать еще в этом плане. Я скажу больше, вот то, что все вошло в дом, за все должны жители платить, да, это тоже, на мой взгляд, неправильно. И вот сейчас корректировку должны делать, хотя нет сейчас общего понимания того, а за какой период делать корректировку. Конечно. Значит, 92-е постановление, которое определило механизм этой корректировки, да, было принято в сентябре месяца. Ну, давайте, примем, наверное. Да, давайте, да, звонок примем. Слушаем вас очень внимательно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Владимировна, я живу в квартире со квадратных метров вместе с площадями. И мне интересует вопрос. Мы живем с мужем вдвоем, здесь выросли, я разлетелюсь. Почему за твердые коммунальные отходы мы должны платить по площади квартиры, и входящие в них в отходы лучшие? Вот вопрос. Значит, первое... Спасибо, большой вопрос ваш понятие. Да, первое. Балконы и лоджии не входят в состав общей площади квартиры. Это определено жилищным кодексом в 2005 году. Скорее всего, вы свидетельство о собственности получали до 2005 года, балконы и лоджии туда вписывали. Сейчас вам надо в Росреестр пойти получить выписку о общей площади дома, квартиры. Да, и они должны дать уже за исключением балкон и лоджии. То есть взять старый документ и получить новый? Да, эту новую справку вы должны представить и в управляющих компаниях, вам будет начисление меньше идти по содержанию, и в ТКО вам будет начисление производиться меньше, без учета лоджии и балкона. Спасибо большое, Виктор Иванович. Ценный очень ответ, да, и я надеюсь, что следующий телезритель получит такой же. Здравствуйте, вы на линии, слушаем вас. Говорите. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. По улице 22-го партнета, 20А, в доме не могут РКС, никак не может наладить набор воды. Так, вопрос? Вопрос такой, как лучше, куда обращаться по этому вопросу? Ну, значит, давайте так, в любом случае, если слабый напор воды, первый звонок в аварийно-диспетчерскую службу, если они знают, они вам должны сказать, в чем причина. Либо это авария внутри дома, либо это авария на сетях. Возможно, где-то произошла авария на сетях, и давление снизилось, и поэтому общей давления поступающей воды в дом недостаточны. То есть, это управляющая компания должна определить, она должна сделать, если эта авария на линиях где-то, на сетях, сделать запрос ресурсоснабжающей организации, и они должны дать ответ, когда все будет устранено. То есть, это не зависит от этажности? Абсолютно, да. Допустим, был напор хороший, сейчас слабый во всем доме. Возможно, где-то на сетях произошел порыв, ограничили это давление, поэтому сейчас оно поступает гораздо меньше. Виктор Иванович, а вот чтобы таких вопросов не возникало от жителей, вообще кто-то должен уведомлять, что вот в такой-то промежуток времени у вас будет слабый напор воды? Значит, должна об этом уведомлять управляющая компания ресурсоснабжающая организация. Но если это плановый ремонт, если аварийная ситуация, в любом случае аварийно-диспетчерская служба управляющей компании должна быть в курсе, потому что ресурсники всегда звонят. Произошла авария там-то, будет снижение давления, или будет затруднено подача, допустим, той же воды. Поэтому в данном случае вопрос... Люди ориентировались, да. Да, управляющая компания. Почему я и говорю, что первый звонок, который все должны делать в случае возникновения каких-то проблем, это аварийно-диспетчерская служба. Это обязательное условие. Потому что проблема на доме, не на улице, да, не в соседнем доме, поэтому первый звонок управляющая компания. Да, не на улице, но аварийно-диспетчерская служба должна быть в курсе всего. Спасибо. И есть у нас еще один звонок, мы слушаем вас очень внимательно. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Саммара, годами 74. У меня вопрос по отоплению. У нас в квартире 31 градус, мы задыхаем со жарой. А тот счетчик, про который мы говорили, регулирует температуру воздуха и температуру батареек, он у нас сломан. И куда бы ни обращались, на пункт их рук. Да. Ничего не ремонтируют. И еще у нас в доме был профессиональный ремонт. Меняли трубы с водой с холодной, и отопление меняли. Трубы все новые, батареи новые, но температура невозможна просто выдыхать. Мы же отапливаем улицу. Да, вопрос ваш понятен. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Отвечите подробно. Нечасто такие вопросы задают. Да, обычно жалуются на холод, а здесь обратно. Но здесь это называется перетоп. И я думаю, что в следующем году корректировка, если будет производиться по вашему дому, если прибор учета работает, правда, да, то вам придется за все это платить. Поэтому, еще раз говорю, есть председатель совета дома. Он должен обратиться в управляющую компанию. Почему ответственность управляющей компании своевременно проводить поверку прибора учета и ремонт общедомового прибора учета? Вот, естественно. За это отвечает управляющая компания. Мы с вами платим управляющей компании, а вот управленческие функции, есть такое понятие, да, за то, что они следят за приборами учета. Не важно, горячая, холодная вода, отопление витрача. Что делать сейчас жителям? Потому что, когда дома дышать нечего, но это проблема, на самом деле, верно сказали, топит улицу. Первое, что это все-таки через управляющие компании, потому что больше никто не решит эту проблему. Ну, хорошо, они говорят, обращались, замкнутый круг. Значит, если они обращались, температура 31, это тоже нарушение, необходимо звонок в арендиспетчерскую службу, пригласить на замер температуры, составить акт о том, что температура 31 градус. Это ненормальная температура, это нарушение в предоставлении коммунальных услуг. И за это управляющая организация обязана сделать перерасчет. Перерасчет. Опять же, высчитать с той суммы, которую вам должна выставить за тепловую энергию. Это тоже нарушение. Второй момент. Если не реагируют. Второй момент. Государственная жилищная инспекция. Если ответа от управляющей компании нет, а после звонка в арендиспетчерскую службу, через два часа должны прийти и замерить вашу температуру в вашей квартире. Если этого не сделано, значит, первое, что прошу вас, когда вы звоните в арендиспетчерскую службу, берите обязательно номер регистрационный, номер заявки. Входящего звонка. Да, почему? Потому что одно дело, вы просто позвонили, там выслушали, положили трубку и забыли. И даже нигде не записали. Вы обязательно должны сказать, дайте мне номер заявки. Они должны дать номер заявки. Они должны фиксировать это на бумажном носителе. И все эти разговоры по телефону должны записываться. Поэтому, когда вы получите номер заявки и через два часа к вам никто не пришел или не перезвонили и сказали, что мы готовы прийти, вот какое время вам удобно, да, значит, у вас есть повод обращения в государственную жилищную инспекцию. Нарушены мои права, как потребителя. Я вызвал для составления акта. В течение двух часов не пришли. Номер заявки такой-то, такой-то. И дальше уже... А может быть такая индивидуальная ситуация вот в одной или двух квартирах? Я сейчас о чем подумала. Очень многие же утепляют еще вот стены домов. И может быть из-за этого еще и температура в плюсе. Нет, ну все может быть. Здесь разбираться все-таки индивидуально нужно, да? И делают, и теплые полы делают, да. Полы делают, да, теплые. То есть всякие возможные ситуации. Но если это законно, это одно. Если это не законно, то это нарушение. Ясно. Спасибо. Вот еще какой очень важный вопрос. В 2023 году подорожание услуг ЖКХ, в частности, вступили в силу новые тарифы на капитальный ремонт домов. Об этом поговорим. Но у нас опять образовался звонок. Ну, послушаем. И мы не можем его не принять. Слышим вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Так, за год 104, это капитатель дома. Меня зовут Елена. Я в 2021 году выиграла суд, чтобы мою транзитную трубу, которая у меня проходит в подвале дома холодного снабжения, отдали на обслуживание городу. Так. Но труба старая, думаю, больше 40 лет. И НКС ее не принимает на обслуживание. То есть, и даже суд прошел полтора года назад. Ничего не меняется. Как вообще? Возможно, как-то ремонт трассеты трубы, может какие-то очереди есть или как-то вообще? Что-то сделать. Я слышала, как в неделе Мишустин говорил, что будут менять именно подснабжения. Относится ли это именно к транзитным трубам, которые проходят в подвале дома? Спасибо вам большое за вопрос. Да, действительно. Действительно. Выделили финансирование на замену системы холодного, горячего теплоснабжения. В том числе и Самарская область получила достаточно хорошие деньги на это. Но транзитная труба – это те же сети. Здесь единственное, что правильно ли мы понимаем транзитная труба. Я много разбирался с этим. Если человек выиграл суд, Виктор Иванович, я думаю, что... Если это действительно транзитная труба, то город должен ее принять, отремонтировать и передать СКС. Вот такой порядок. Это бесхоз и прочее. Это то же самое считается. Значит, на самом деле, в Самаре действительно плохо с финансированием в этом плане. В Тольятти несколько лучше. Там в бюджете предусмотрены средства на выявление бесхоза и ремонт его. В Самаре это пока нет. Тут по факту. Выявили, есть деньги, отремонтировали. Отремонтировали – передали. То есть не налажена вот эта работа в полном объеме. Хотя она и идет. Так решение суда у человека полтора года не исполняется. Дело чего, Виктор Иванович? Значит, решение суда, если есть, и действительно это признано транзитной трубой, бесхозом, то орган местного самоуправления должен выполнять это. Что еще можно сказать? Администрация города должна, если она не выполняет решение, судебные приставы в прокуратуру не исполняется решение суда. Ну, вот так пока. Спасибо. Пару минут осталось, Виктор Иванович. Ну, давайте примем еще звонок. Алло, говорите. Так, звоночек у нас ушел, но тогда мы уже не будем принимать звонки. Осталось пару минут. Виктор Иванович, давайте по новым тарифам на капитальный ремонт. Значит, новые тарифы на капитальный ремонт. Да, действительно, с 1 января принято решение о новых тарифах на капитальный ремонт. Значит, я озвучу их. Раньше до пяти этажей мы платили 7 рублей 27 копеек с квадратного метра. Сейчас 7 рублей 92 копейки. Свыше шести этажей 8 рублей 36 копеек. Сейчас 9 рублей 11 копеек. Ну, я думаю, понятно, что до шести этажей и свыше шести этажей. Потому что до шести этажей лифтов нету, а свыше шести есть лифты. Поэтому здесь вот ставка взноса на капитальный ремонт увеличена. Понятно, что это все-таки не те деньги, которые нужны на капитальный ремонт. Но в какой-то мере они все-таки будут способствовать тому, что фонд капитального ремонта будет выполнять те работы, которые положены. У нас есть региональная программа. И вот единственное, что я скажу в отношении нашего фонда, при всем том, что есть, да, все те деньги, которые он собирает, он сразу запускает их в дело. Их даже не хватает на то, чтобы расплачиваться с подрядными организациями, которые выполняют работы по капитальному ремонту. Ну что же, спасибо вам большое за, как всегда, ценные советы, Виктор Иванович. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Мы непременно будем держать вас в курсе всех изменений. Но что касается ЖКХ, и Виктор Иванович всегда приходит и объясняет, и отвечает в том числе на ваши вопросы. Спасибо большое. Всего хорошего. Самое главное, будьте здоровы. До свидания. До свидания.